Так, смотрим, что здесь. Наверное, можно как-то... Так, кто кикает? Не понял, что там в чате пишет. Так, секундочку. Так. Так. Всё, давайте смотреть. Не заметил, что Стрэндж написал. Сейчас. Отпишу ему. Не, на стресс. Сами и видим, что тяжкая игра. Не знаю, как на земле. Так, ну что, посмотрим Стрэнджи. Да. Ну, посмотрим, если шанс у вас будет. Не, не, это я Стрэнджу написал. Он просто не отписал, что он кикает. Я не заметил, что Стрэндж написал. Вот. Ну, посмотрим, если шанс у Стрэнджи. Я думаю, что у Стрэнджи были бы лучше шансы на более какой-то маленькой карте. Но, честно говоря, посмотрим. Тефеля Стрэнджи развалил. Стрэнджи развалил. Думаю, что нерча может. Но нерча сильный, реально. Игру, оппонент сейчас. Он всегда сильный. Особенно, когда игры только выходит. Он поначалу там обузит всякие вот такие. и роучьи, ревозеровские оклики, потом по немножечко отходит назад. Ну, если не потому, что он не тренится дофига, если бы тренился бы не очень много, может быть, и, конечно, бы тащил бы, вот не знаю, не знаю, сложно сказать, вот. Продолжение следует... Продолжение следует... Все, короче, будет еще какие-нибудь там политико-исторические кружки, будет тридцаточка. Вот. Так, мучка, перенесем здесь все вот так вот. Все нормально. Нидус пошел у нерча, обратите внимание, если Стрэндж отбивать, куда грелка-то полетела? Ну, ё-моё! Сбей ты грелкой этого овера. Все, сбей ловера вроде, есть оверсир, есть оверсир. Это не он, это я про очки написал. Ну что, пошел Нидус, пытается Стрэндж как-то отбиваться. Фаербулом по филдам пошли. Так, кто меня инвайтит. Зайду пока в игру, там из игры, может быть, буду стримить еще. 8-6-0-4 здесь по лимиту. Если Стрэндж отбивает, у него все хорошо, но Стрэндж пока чуть не может отбиться. Да, тут все что-то печально прям-таки. Да, 1-0, нерв все-таки в итоге. Сирал против ДНС у нас начинается играть, а другой турнир уже там идет. К сожалению, здесь GG. Печально, печально. Ну еще не вечер. Так, подождем, пока игра начнется тогда. Сейчас чуть посмотрим отсюда из игры. Здесь надо задержку еще выставить мне. Смотрите. Ну подождем. Стрэнджа, я думаю, надо все-таки досмотреть. Надеюсь, получится. Что у нас там по времени вообще? 22-53, 11 уже почти часов. Да, Стрэндж тут начинает играть. Давайте посмотрим. Вторая игра Стрэнджа против Нерча. Ну как-то к Нидусу был не готов совсем в предыдущей игре Стрэндж. Как раз Нерчом нужно что, как бы? Либо его чизить каким-то типа блинк-пушем базовым. Он очень уязвим таким тем, если их очень четко делать. Либо второй вариант просто четко с ним сыграть. Вот от таких всяких тем быть готовыми. КОНЕЦ Так. Ну что, адептиками выходит Стрэндж вперёд, с одной базой играет. Стрэндж ещё минус тоже, что билдов у него немного, он постоянно через гейт играет. С Нирчом нужно уметь удивить ещё такой важный момент, чтобы и 17-й некст иногда впилить, иногда вот какую-то такую однобазовую тему действительно сделать, тогда будет работать. Хорошо приходит сейчас Стрэндж адептами. Нужно свищнуться, ну что за контроль-то где? Телепортируется, адептами уходит. Ну несколько дронов подрезал. Хорошо там, но убивал Стрэндж. Есть пилончик, это однобазовый, кстати, пуш будет. Я буду иногда проверять, что здесь в игре происходит, потому что там могут заинвайтить второй раз. Так, гейт пошёл, а Стрэндж, Стрэндж, походу, не верит в свою победу. Тут какие-то однобазовые темы начинаются. Уже, так, там пилончик на хай-граунде проверяет, где и что он сейчас найдёт. Если гейт, то вообще беда тогда будет, конечно. Ну пока не может найти. Пилончик ещё один пошёл. Выходит вперёд Стрэндж адептами. Тут Роуч Ворнг, конечно, заказан. Скорость атаки адептам готова. Вижу, Дарк Шрайн пошёл. Может быть, что вот эта однобазовая тема и вкатит, конечно, но я чуть не уверен. Ну что, адепты врываются. Четыре Роуча уже в продакшне. Что, ворвутся адепты сейчас нормально сюда в Минералы-то? Телепортируются Стрэндж как-то прям под лингов телепорт. Ну, скорость атаки есть, линги разваливаются. Адептов очень много, я вам скажу, здесь было. Линги падают по немножечку. Роуча, кстати, игра на Мэнни тоже часть Роуча. Сейчас выйдет. Спорки уже есть у Стрэнджа. Здесь нужно уходить адептами. Блин, ну Стрэндж тупит. Он сейчас отдаётся очень жёстко. Третья хатка, шестая. Есть здесь... Так, две спорки есть на... Один адепт мимо. Ну, исполнение так себе, я скажу. Адепты не должны были... Что сейчас должны были сделать адепт? А, всё, тут уже Даркшрайн увидел нерч. Не-не, здесь ничего не прокатывает, к сожалению. Если только каким-то образом спорку фукуснуть получится, я не знаю, ещё одну спорку у нерча строят на всякий случай. Сплитится нерч, чтобы здесь защитить спорку. Дарки приходят, ничего не получается. Даркшрайн увидел нерча. Не-не, здесь всё. Здесь всё. Здесь в этой игре всё ясно. Так, а здесь я успел ворваться или нет, мне интересно. Нет, здесь походу либо уже выиграл Сирала, либо что-то ещё. А, Сирал уже 2-1. А что это за игра была, последняя или нет? Или ещё не последняя? Тут пытается Стрэндж выйти в другую базу. Нет, здесь что-то по лимиту какая-то дикая печаль. Сейчас я проверю, что там происходит у нас во второй группе. А, Вортик с Марин Лордом долго бились. Вортик выиграл. Вортик Сирал за ВЗ будет у нас, короче. Что-то долго они играли. В 9 часов Турик начинается. 2 часа 2-3 играли. Смешно как-то, блин. Сирал тем более так быстро выиграл. Призма прилетает Архонами, Стрэндж пытается подхарасить. Спайр там у Нерча пошёл. Но Архонов забирает, успевает. Нерч так гейты не обнаружил, кстати, прокси эти. Ну, значит, Сирал кто-то 2 часа. Кто-то играл долго. Очень. Мне не важно, кто там долго играл. Всё, Архонами Линга подрезает. Нужно аккуратнее. Пусть регенится лучше. Ем регенится-то долго. Здесь три пилона ещё сейчас погибнет. Стрэндж тут контролёра врубил. Но подконтролил маленько, конечно. Карты ещё пока не подчеркали. Кстати, по лимиту-то выправилась более-менее. Ну, экономика печальная у Стрэнджа. Очень печальная, я скажу сейчас. Хорош. Микрит Стрэндж хорошо. Но, блин, раньше нужно было как-то... Если бы у него экономика была нормальная, он так сейчас микрил, то это одно. А сейчас, когда ты просто отстаёшь так сильно уже, тут нечто поможет. Это, скорее всего. Тем более, там выход какой-то планируется. Выходит Стрэндж. На блинке собирается. Ну, под мутку. Даже если под мутку сейчас Стрэндж придёт. Архоны не отрегенились, не дал отрегениться Архонам. Это плохо очень. Потому что они ключевой юнит фактически в этом пуше здесь будут. Летает призма сейчас к центру. Летит. Здесь Стрэндж на Ксилнаге стоит частью юнитов уже. Так, да вар там из дома идёт. Архонщики дропаются. Мутку видит Стрэндж прекрасно. Нужно как-то... Ну, да нет, здесь смотрите, здесь как мало всего. Печаль. Там гидра пошла уже. Не-не-не. Что-то не сходится здесь походу. Продолжение следует... Так, на блинке пытается Стрэндж от контроли, эти архоны упали. Нерч уже берёт там рабов, кстати говоря, по лимиту, то по боевому неплохо получается. Так вот, на мутку сагрился Стрэндж, а его в это время Нерч с рабами проблевает. Уходит Стрэндж, здесь так ни хрена не произошло, пока что. Может быть, Вортикс пропал, может, ещё что-то там случилось, не знаю. Вообще, мне придётся в любом случае стоп-старт делать для того, чтобы смотреть ESR Plus Challenge. Гэгэ, пишет Стрэндж, к сожалению, Нерч выходит в финал, Стрэндж вылетает. Ну и тут остаётся... А, Снут Нерч там уже завозай в финале. Всё, ребят, ждите, через 3 минуты вернусь. Ладно, даже 2 с половиной, может, поставлю. Вот, и будем смотреть мы этот турнир. Всё, ладно, 3 поставлю. Субтитры сделал DimaTorzok